Вот сейчас на образовании можно зарабатывать. Просто самый первый продукт, вот в августе, мы просто продали на 500 тысяч. Идем обратно, когда все началось. На вебинар записалось 2000 человек. 2000 человек, наверное. Да. Ты приходишь, учишься и делаешь то, что нужно, и зарабатываешь деньги. Привет. Сегодня в нашей студии человек, который знает все о репетиторстве. Это резидент акселератора Юрий Спивак. За 8 месяцев после открытия собственной онлайн-школы по репетиторству он заработал более 10 миллионов рублей. А это значит, что его ежемесячный доход составил более миллиона рублей. Юрий уверен, что его миссия заключается в том, чтобы убеждать людей, что на образовании реально можно заработать. Особенно, если это онлайн-образование. Смотрим наше новое интервью. Сегодня у нас в студии гость Юрий Спивак. Он серийный продюсер и эксперт в сфере онлайн-образовательных проектов. Юрий нам сегодня расскажет, почему он выбрал именно эту нишу. Значит, у тебя есть несколько школ. Это онлайн-школа репетиторов. Это онлайн-школа образовательных центров, правильно? И это школа подготовки к ЕГЭ и к ОГЭ. Да, это франшиза курса подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Из активных проектов сейчас, да, такие. И очень много планов на другие проекты. Эй, ты смотришь это видео и тоже думаешь, как бы тебе стать продюсером или экспертом онлайн-школы? Надо лишь сделать один шаг. Проходи по ссылке в описании к этому видео и регистрируйся на бесплатный вебинар. Как открыть свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта. Расскажи про самый крупный из этих проектов, твой самый любимый, если такой есть. Сколько ты его уже ведешь и какой результат? Сейчас локомотив из этих проектов – это онлайн-школа репетиторов. Я их не учу тому, как преподавать. Хотя это хорошее дополнение, я хочу в эту сторону тоже расшириться. Но в первую очередь сейчас я учу их, как зарабатывать на том, что они делают. И эта онлайн-школа с августа 2018 года принесла мне уже больше 10 миллионов рублей. То есть это что, 8 месяцев, получается, это прошло? Да, 8 месяцев. То есть ты делаешь больше, чем миллионы месяцев, грубо говоря? Вообще сейчас онлайн-образование позволяет говорить о таких цифрах. И я тут недавно думал, какая у меня миссия относительно именно этого проекта. И я понимаю, что то, в чем я могу точно принести пользу – это донести до тех, кто занимается образованием, простую мысль, что вот сейчас на образовании можно зарабатывать. Преподаватели, репетиторы, организаторы небольших школ могут зарабатывать очень большие деньги. И это круто. И я показываю им как. И на своем примере, и на примере своих учеников. Давай проследим твою личную историю, потому что очень интересно, как ты пришел к репетиторству. Ну, не все люди занимаются репетиторством, не все способны это делать. Расскажи про то, когда ты начал сам этим заниматься, как ты получил опыт именно в качестве репетитора. Как ты пошел дальше в оффлайн? Потому что я знаю, что ты начал с оффлайна. И как это все перешло в онлайн? Я вот, ты пока это говорил, я думал, насколько откатиться назад. Я уже, знаешь, представляю, картинки рисуются, и вот я уже младенчественный, это далеко. Идем обратно. Бенджамин Баттон. Когда все началось, да, потом к моей бабушке, она была преподавателем, оттуда начать или нет. А бабушка преподавала что? Математику. Математику? И ты тоже преподавала. Ну вот видишь, откуда начнем? Завай с бабушки. Бабушка преподавала математику. Круто. Ну, это, можем сказать, нет. Это у меня через поколение. Бабушка преподавала математику. Значит, я учился в школе, учился в лицее, был крутым математиком, олимпиадником и все такое. В 11 классе моя одноклассница сказала мне, а давай поступать на физтех. А я вообще жил в Украине. Я родился в Донецке, жил в Черкассах, в небольшом городе. И одноклассница говорит, давай поступать на физтех. И я говорю, давай. А можно было написать олимпиаду просто, типа экзамена было, только олимпиады весной. Можно было поехать и сдать математику, физику. Я поехал писать, и математику написал на 9 баллов на проходной из 12. И меня по математике уже готовы брать на физтех. Ну, кто не знает, я не знаю. Физтех сейчас занимает первое место в России по проходному балу. Выше проходного балла, среднего по ЕГЭ, чем у всех нет. То есть самый сильный вуз в России. Ну, и технически тем более. И как будто эта идея поступить, она меня зажгла. А физику написал на 2 балла из 12. А причина была очень простая, я физику не знал вообще. Я за 3 месяца с нуля сам физику дотянул до 9 баллов из 12. У меня было 3 попытки. Первая 2 балла из 12. Вторая 5. И третья 9. Я с нуля поднял физику на уровень физтех. Если все вместе вот это взять, и мой опыт в математике, и бабушка математик, и мои инсайты как преподавателя будущего, видимо. Когда это смысл, толкнули меня в репетиторство. Я поступил на физтех на первом курсе. В конце первого курса я стал преподавать математику. И так я стал репетитором. Ты учишь репетиторов развивать личные бренды, продавать, правильно? Мы же видишь, что никак не подберемся. Вот я все хочу понять. Чему ты их учишь конкретно? Вот дай пару инсайтов. У меня есть курс, называется «Генератор денег репетитора». Смысл этого курса в том, что за 2 месяца репетитор удваивает свой доход. Вот он сейчас зарабатывает 50 тысяч, а может зарабатывать 100, может зарабатывать 150. Вопрос, как? Первый этот курс я запустил в августе 2018 года. Я тогда не очень еще понимал, как лучше всего сделать курс. Сделал его 2 недели. 4 занятия, 4 встречи было. Это был очень интенсивный курс. Лучший репетитор привлекся в этот курс 35 новых учеников. Кто занимается репетиторством, понимает, что 35 новых учеников – это взрыв мозга для репетиторов. Но если бы он просто индивидуальные занятия были, он бы зашился. А это уже была широкая линейка продуктов. Вместе со мной он уже вел мини-группы, вел клуб специально раз в неделю, вебинарную линейку, методички начал преподавать. И это ему позволило привлечь 35 учеников. Это ему позволило, она мне написала, это репетитор женщина, написала мне, что за один день заработала 70 тысяч рублей. То, что для нее раньше это было за месяц. Вот, соответственно, я учу тем инструментам, которые я взял из бизнеса, из своего опыта, из понимания, как я решал эти вопросы для себя, как для репетитора, для своего образовательного центра. И я взял все эти инструменты и применяю теперь в курс. Я правильно понимаю, что у тебя все репетиторы, которые приходят, они прям чувствуют, какой-то осязаемый результат у них получается на выходе? Да, для меня это важно, и как для физтеха и структурного человека, я сразу за результат, мы на него влияем в первую очередь на результат, отчеты про результат и все действия про результат. Для репетиторов это, конечно, для многих это очень необычно, потому что, чему учатся репетиторы? Ну, ладно, преподаватели в целом, курсы повышения квалификации. Ты приходишь, это курс на 72 часа, ни о чем, и просто все там ради корочки приходят. Вот что такое обучение преподавателей. И тут я. Ну что, сколько ты зарабатываешь столько? Давай больше. Запускать онлайн-бизнес – это волнительно и немного страшно, и мы прекрасно об этом знаем. На этот случай у нас есть бесплатная получасовая консультация с экспертом от акселератора. Вы можете пройти по ссылке в описании к этому видео, зарегистрироваться и получить обратный звонок от нашего эксперта. Значит, вот смотри, получается у тебя эта онлайн-школа с августа, да, существует, 2018 года. Как ты ее развивал? Вот я хочу больше узнать про запуск именно, да, про то, откуда пришел трафик, откуда пришли первые продажи, какие были каналы. Смотри, это вот вообще, я даже со стороны, когда смотрю на то, что произошло, я понимаю, что это крутой кейс, это крутая возможность для всех, кто открывает сейчас онлайн-школу. Я встретился со своим знакомым, у которого есть бизнес, в рамках которого репетиторы, большая база репетиторов, десятки тысяч репетиторов, это его клиенты, но он их не обучает ничего. Это его клиенты, это агрегатор репетиторов, это когда ученик может через сайт найти репетиторов, ну, репетиторы ученика. Все, это не связано с обучением репетиторов, тем более заработку. А я ему предложил, давай сделаем онлайн-школу. То есть у меня уже до этого был проект, в котором я учил предпринимателей открывать образовательный центр и делать его прибыльным. И у меня был опыт понимания, как выстраивать онлайн-курс, как выстраивать работу по влиянию на доход в образовательном проекте. Я решил это же переложить на репетиторов. Причем, ну, репетиторы есть разные, есть те, кто только начинает, а есть репетиторы, которые зарабатывают по 300 тысяч. И почему бы их не научить зарабатывать 600? То есть все равно у них мышление такое вот, ну, не супер предпринимательское обычно. И мы решили запустить это вместе. То есть, соответственно, у меня никаких вложений. А с самого начала я просто запустил продукт с ним. Я ему все подготовил, из своих соображений, как это нужно делать, и мы продали на 500 тысяч. Просто самый первый продукт, вот в августе, мы просто продали на 500 тысяч. Я создал бесплатный чат в WhatsApp, репетиторы между собой общались, и я видел, что им интересно. Я, например, увидел, что им очень актуальна тема законности. Самозанятость как раз, там, налоги, вот вся история. Я думаю, проведу просто вебинар. Ну, на курс не тянет, проведу вебинар. Причем, я не эксперт в налогах, да, но мне ничего не мешает взять телефон, позвонить в налоговую, что я и сделал. Я позвонил в налоговую и сказал, итак, я репетитор. Говорю, что будет, сколько я должен платить налогов? И должен ли я подавать декларацию 3 НДФЛ? А что будет, если я не заплачу? А что вы будете делать дальше? А как вы меня найдете? А что вы будете в суде? А какой будет штраф? Я все это выяснил, собрал, спросил у своей аудитории, какие они хотят вопросы. Они составили, там, 300 человек заполнило анкету о том, что они хотят. Я на совету сделал вот такую программу и просто сделал платный вебинар, репетитор и закон. Просто один вебинар мы провели, 200 тысяч рублей. Это не курс, ничего. Я понял, что это работает, и мы стали создавать много разных, я стал создавать много разных продуктов. За сентябрь мы заработали где-то полтора миллиона, через обычный продукт, там, миллион триста с чем-то было. И еще у меня консультация, инициально, три месяца сопровождения. И у меня суммарно получилось два миллиона за два месяца. И это было, еще раз, без трафика, без, там, чего-то. Вот просто я нашел человека, у которого есть база, то есть актив, который он не использует. И я, с твоего позволения, я просто думал, что вот, что я расскажу на интервью, как бы, с твоего позволения, сейчас хочу теоретизировать этот инструмент, чтобы все, кто нас смотрит, поняли, что нужно делать. Берем свою тему. Давай возьмем отвлеченное что-то, выбери тему, любую онлайн-школу. Ну, давай, что-нибудь творческое. Танцы. Танцы, супер. Берем танцы. Ты эксперт-танцор, или у тебя есть эксперт-танцор? Будем обучать танцам, да? Я не говорю, как это будет в онлайн-школу устроено, я говорю, где мы будем брать клиентов. Что покупают танцоры? Костюмы танцевали. Костюмы покупают. Что они еще покупают? Что они еще могут? Где они могут быть в качестве клиентов, танцоры? В танцевальных студиях. Но это уже обучение, правильно? А тут мы будем конкурентами. Давай попробуем с одеждой. Вот давай найдем интернет-магазин, который продает танцевальную какую-то обувь или одежду, и у которых есть 30 тысяч клиентов за 5 лет их существования. Ну, Гришко, например. Ну, я не знаю. Я просто тебе абстрактно говорю. Я тебе говорю абстрактно. То есть танцоры покупают у кого-то, являются чьими-то клиентами. Мы приходим к этому интернет-магазину и говорим, слушайте, вот у вас есть актив, они вам доверяют. Ну, они у вас покупают, да? Они понимают, кто вы там, магазин такой-то. Давайте запустим на них онлайн-курс, как обучение танцам или там вот еще что-то. Я сейчас не говорю, что это идеально работает, любой там ниша, да? Я сейчас пример показываю. И вы говорите, я все сделаю сам, вы только рассылайте по своей базе. Это отдельный вопрос, как вы договоритесь, какие доли, как делить прибыль, кто что будет делать. Это отдельный вопрос, а сама идея. И клиенты, почему можно вывести свой личный бренд? Потому что вы выезжаете на чьем-то бренде в этот момент. Это не холодный спам, это не просто в базу где-то скачали, бах, я такой-то. Вас презентуют как бы. И в моем случае агрегаты репетиторов меня презентуют. Вот я, вот еще раз, вот еще раз, вот еще раз. Нам понадобилось два месяца или три месяца, чтобы я после этого с базой стал работать полностью сам. То есть вся база ушла к тебе? Да, мы договорились, у нас есть там с партнером нормальные условия, как и что. Я полностью теперь работаю с этой базой сам. То есть три месяца, и через три месяца смотрим на результат. У меня есть база, 80 тысяч контактов. У меня есть линейка продуктов, покупатели, я иду в свободный план. И я хочу сказать, что до сих пор, уже прошло восемь месяцев, до сих пор я не настроил ничего в трафике. Ну вот в августе тогда, ты сначала сделал вебинар, сколько пришло человек на вебинар? На вебинар записалось две тысячи человек. Две тысячи человек на вебинар? Да. Ну а представляешь, база 80 тысяч репетиторов. Репетиторы зарабатывают деньги. Тут кто-то на пустом по сути рынке, с этой точки зрения, говорит, давайте я вас научу зарабатывать больше. Две тысячи репетиторов записываются на вебинар. На вебинар пришло человек 250, то есть 10%. И мы запустили курс на 50 участников. Вот сейчас эта школа существует восемь месяцев. Да. Какое развитие, то есть какая динамика, что наблюдается? Идет прирост, ты получаешь больше каждое месяц. Ты знаешь, я делаю эксперименты. И у меня был месяц, где я заработал 2 миллиона 300. А был месяц, где я заработал снова 500 тысяч. В среднем у меня получается миллион с чем-то, можно посчитать. Это средний показатель, на который я сейчас ориентируюсь. Я понимаю, почему. С одной стороны усиливается моя эффективность, а с другой стороны выгорает база. Мы правильно здесь на эту тему понимаем друг друга. В акселератор я как раз пришел вывести на новый уровень то, что я сейчас делаю. Я пришел за окружением, во-первых. И за автоматизацией школы, чтобы поставить ее на рельсы, чтобы иметь возможность масштабировать ее. Я хочу, вот в школу онлайн-репетиторов, я хочу масштабировать до 10 миллионов рублей в месяц выручки. И для этого понятно, что надо расширять эту базу. Ты пришел в акселератор когда? В феврале? Да. Что уже произошло за этим месяцем? Что тебе удалось сделать и что ты считаешь удалось сделать с помощью акселератора, с помощью знаний, которые тебе дали акселератор? Первое, я вступил в клуб 6 нолей. Это ребята, которые зарабатывают на школах больше миллиона рублей в месяц. Это окружение сразу. То есть какой-то вопрос мы пишем в чат, друг другу помогаем сразу. Ну, то есть, а я делал вот так, а я вот так, а я вот так. Это какие-то там поиск сотрудника. Например, в акселераторе мне точно помогли, правильно меня сориентировали в то, как найти сотрудника, менеджера проекта или там помощника в онлайн-школе, вот типа такого. И у меня здесь выработалась такая философия. Как надо подходить к бизнес-обучению? Первое, когда идешь на бизнес-обучение, точно нужно знать цель. Зачем? Что ты хочешь вообще? Там денег заработать, там увеличить проект. Ты над чем работаешь сейчас? Второе, не надо ставить цель выучить все. Это неправильно. Это, кстати, я, наверное, еще на физтехе понял. Я бы тогда просто не выжил там в МФТИ, если бы я думал, что надо выучить все. Не надо учить все. И третье, исследуй контент, который есть в онлайн-школе, чтобы просто понимать, что где есть, какая информация. И вот как только у меня появилась задача, четко, понятная, а моя задача была улучшить вебинар. Вот тогда у меня хватило сил посмотреть, например, в акселераторе 9-часовой вебинар Тимура Тажетдинова по продающей презентации. То есть я бы просто так, ну, в здравом уме я бы не сел смотреть 9-часовой вебинар для общего развития. А вот у меня есть задача. Мне нужно сделать классный продающий вебинар. Что я буду делать? Я включаю вебинар, ставлю его на ускорение, смотрю там 5 часов, делаю продающий вебинар классный, переделываю и окупаю весь акселератор полностью. То есть мои вложения в акселератор, которые я сделал, я купил пакет купе, на конференцию тоже, где мы сейчас присутствуем, все сразу везде записался. Все свои вложения я окупил одним вебинаром. И какими механизмами ты строишь личный бренд? Наверное, я столкнулся первый раз с построением личного бренда, когда я развивал курсы «Хочу знать». Это курсы подготовки к ЕГЭ, которые я открыл в Москве. Они офлайн, я их с нуля развил за 6 лет до 1000 учеников в год и 30 миллионов выручки за год. Один из инструментов, которым я пользовался, это был контент-маркетинг, что автоматом развивал мой личный бренд. Мы записывали видеоуроки, сначала начал их записывать я, потом я подключил других преподавателей. Это было продвижение лично моего бренда и бренда школы «Хочу знать», которые, собственно, так назывались курсы. Мы записали в какой-то первый наш такой присест большой, это было где-то 2000 видеоуроков. Мы собрали 15 миллионов просмотров на YouTube. Ко мне обратился Яндекс в свое время. Яндекс обратился к нам, ко мне лично, попросили поучаствовать в разработке курса для портала ege.yandex.ru с точки зрения методической. Почему? Они видят, что то, что я делаю, нравится людям. Издательство «Просвещение», это известное издательство литературы учебной, тоже привлекли меня для разработки видеоучебника. Канал федеральный EGTV, да, его не все знают, но это канал кабельный, и он есть в 72 регионах. У них миллионы просмотров, в смысле, как их назвать, подписчиков, зрителей, кто купил этот канал. И там чисто для подготовки EGTV, я там эксперт. И меня на этом бренде приглашали вот такие компании для сотрудничества. Кому стоит приходить в акселератор? Вообще можно ли вот так прийти в акселератор и запустить онлайн-школу с нуля? Это просто или не просто? Смотри, технически, вот как я запустил свою онлайн-школу, это просто. Я живой человек, у меня две руки и две ноги, я просто делал какие-то действия и заработал деньги. Технически это просто. Многие думают, что просто – это значит, не надо работать. И это реально какое-то вот заблуждение. В словах «запустить просто» – это типа не надо работать. Если человек готов поработать, то это правда просто. Потому что все инструменты сейчас и возможности в мире, и ну вот все лежит у наших ног. Цифровой век – это очень большие возможности для каждого человека сейчас. С точки зрения акселератора, я думаю, что в акселератор нужно идти так. Проходить основную программу, осваивать ее, потому что основная программа, она заточена на очень профессиональный подход на самом деле. Человек, который готов во все углубиться, он будет проходить все. Человек, которому нужно быстро что-то вырвать, как мне, он сможет взять именно свое. Поэтому, мне кажется, такой формат обучения подходит и для тех, кто только приходит в акселератор, он ничего не знает. Вот, пожалуйста, садись учить, главное внедряй. Это многие тоже так. Приходят в акселератор, учатся, и типа ничего не происходит. Ну, хорошо, ты забыл еще один элемент, да? Ты приходишь, учишься и делаешь то, что нужно, и зарабатываешь деньги. И тогда это рабочий механизм. Поэтому это подходит либо для новичков, кто приходит и полностью пройдет этот весь тоннель обучения, или для тех, как я, кто уже с опытом, кто уже профессионально делает какие-то вещи, просто хочет еще круче это делать. Как найти себе нужного сотрудника в команде? Первое. Человек научается находить партнеров тогда, когда он сам умеет работать. То есть, если ты из себя ничего не представляешь, у тебя будет постепенно складываться такая практика, что те, кого ты будешь находить, ничего из себя не представляют. Я могу дать железобетонный способ найти классных людей в окружении. Будь классным. Ну, то есть, работай. Будь таким, как ты хочешь, чтобы вокруг тебя были люди. Работай. Пытайся. Продавай. Думай. Продумай стратегию. Читай книги. Учись в акселераторе. Я не знаю. Ну, вот все. Ты все возможности используй. И тогда ты найдешь людей, которые такие же ходят и думают, блин, где вот мои по духу близкие люди. Потом раз вы встретились, и у вас проект сразу родился. На входе говорю, ненавижу паразитов, нытиков. Будете искать халяву? Нет. Захотите меня просто попродюсировать? Не надо. Ну, я сейчас имею в виду не человека, который пришел и полноценно предложил партнерство. А про того, который слышал, видел онлайн-школы или еще что-то. Много денег, да? Я продюсер. И прибежал типа продюсировать. Вот таких людей сразу отталкиваю, чтобы никто не там халяву не сказал. А с другой стороны, люди, которые говорят, слушай, вот у меня такой опыт, вот я умею вот это, вот такие у меня есть ресурсы, вот так далее. Давай вместе. Давай, с удовольствием. И как раз из-за того, что я отталкиваю первую категорию, я притягиваю вторую. Потому что когда кто-то слышит, что ага, такой подход, вряд ли такой подход может озвучить человек, который пустой сам по себе. Обычно мы просим в конце программы дать твоим покупателям какой-то бонус. Для всех потенциальных клиентов это будет промокод на мои продукты, 50% скидка. Не, значит, продукты ограничим, не мои индивидуальные консультации, а какие-то уже, которые автономно проходят. Хотел бы, во-первых, тебе спасибо за интервью сказать. Мне очень приятно с тобой было провести это время и отвечать на эти вопросы, которые ты задаешь. Они прям позволяют мне раскрыть то, чем я занимаюсь. Спасибо большое акселератору, что эта возможность существует, что человек с целью может получить так много. Спасибо большое. Диме, Сергею, все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео, оставляйте лайки и комментарии. Мы ждем ваших вопросов про онлайн-образование и онлайн-бизнес. До новых встреч. Пока.